Идея возведения нового мемориального комплекса на Алии Славы в городе Видное принадлежит Совету ветеранов. Поддержал ее и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В мае этого года, в преддверии 75-летия Великой Победы, проект был утвержден. На строительство памятника потребовалось около трех месяцев. Хотел поблагодарить каждого сопричастного. Тех, кто генерировал эту идею, те, кто принимал участие в обсуждениях, они были максимально массовыми. И о тех, кто реализовал, отдельное спасибо хочу сказать Сергею Халпинскому. Он здесь стоит со своей командой, который честно пообещал, я сделаю. И вот пусть в конец года, накануне нового года, мы открываем эту стену памяти. Мемориал «Стена памяти» представляет собой круглую площадку с каменной стеной, на которой высечены фамилии воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В центре города, на Аллее Славы, вот это действительно монументальное, на мой взгляд, сооружение, которое содержит в себе летопись нашего района, теперь уже городского округа, летопись наших жителей, земляков, павших в период Великой Отечественной войны. Безусловно, это некая скрепляющая нить для всего нашего общества, для наших жителей, прежде всего для нашего подрастающего поколения. Ранее этот список был опубликован в книге памяти Ленинского района, которая была выпущена в электронном виде к 75-летию Победы. Трех воинов мы нашли уже благодаря широкой огласке проекта нашего и книга памяти электронная, и проекта создания мемориала, благодаря обратной связи нам представили документальное подтверждение родственники. То есть и фотографии, и все остальное, подробные публикации были видны в каких вестях. Поэтому и 280 человек мы включили сюда с Володарки. Они призывались Раменским, РВК, но мы решили по решению ветеранской организации включить их в себя. На торжественном открытии памятника присутствовала внучка одного из героев, командира противотанкового орудия старшего сержанта Федора Кондратовича. Сегодня знаменательный день для всех маленьких деревень, сел, игроков, где есть одиночные обелиски, на которые люди собирали деньги. А сегодня у нас с вами появился огромный мемориальный комплекс, который возглавит аллею памяти, аллею славы. Стена памяти продолжила череду мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне на аллее славы. Мы еще раз здесь демонстрируем единство наших рядов, консолидацию наших сил, отпор нашим противникам и недругам, которые пытаются переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что работы по установке памятника проведены с сохранением всех зеленых насаждений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видне ТВ.